Всем привет! С вами канал Космостар. Фильмография актрисы насчитывает более 130 работ в кино и сериалах, а еще она сыграла множество ролей на сцене Московского академического театра Сатиры, где служит уже больше 35 лет. Алена Яковлева всегда привлекала к себе внимание, режиссеры любили ее за потрясающую трудоспособность и умение никогда не жаловаться, зрителей актриса покорила своим талантом. А мужчина она сражала наповал красотой и обаянием. Но при этом сама Алена Юрьевна, дочь известного советского актера Юрия Яковлева, за всю свою жизнь так и не научилась доверять мужчинам. Актриса долго не делилась тем, что происходит в ее личной жизни, но недавно решилась на откровенное признание, которое многих повергло в шок. Оказалось, многие годы она испытывала проблемы в общении с мужчинами. Виной тому стала трагедия, которая произошла в юности. Артистка долго скрывала правду, воспоминания травили ей душу. Алена Яковлева, с присущим ей чувством юмора признается, число три было магическим у женщин их семьи. Трижды была замужем ее бабушка Елена Михайловна Чернышева, три раза отправлялась под венец и ее мама, Кира Мачульская. Трижды состояла в браке и сама Алена Яковлева, правда все они окончились разводами. Она появилась на свет в июне 1961 года, а за два месяца до ее рождения родители актрисы оформили развод. При рождении будущая актриса получила имя Елена, которая позже сменила на имя Алена, чтобы избежать путаницы с другой известной актрисой Еленой Яковлевой. Мама Алены Яковлевой, Кира Мачульская, до встречи с Юрием Яковлевым успела побывать замужем, развестись и даже снова собраться под венец. Обаятельный актер смог покорить сердце красавицы Киры так быстро, что она тут же отказала своему жениху и вышла замуж за актера, который, впрочем, в те годы еще не был широко известен. Они прожили вместе шесть счастливых лет, но когда Кира Мачульская узнала о неверности мужа, она тут же собрала его вещи и выставила их за дверь, несмотря на то, что была беременна. Фактически, Алена Яковлева в детстве очень мало общалась со своим отцом, который, став популярным, очень много снимался, ездил на гастроли, был занят в театре. Но будущая актриса вовсе не страдала от отсутствия внимания, о ней заботилась бабушка, ее обожала мама, а отца ей заменит третий муж матери Николай Иванов, журналист, международник. С родным отцом она стала общаться полноценно много позже, когда выросла. Уже в студенческие годы Алена Яковлева познакомилась со своими единокровными братьями Алексеем и Антоном, тогда же она впервые назвала себя замужней женщиной. Но еще в юности ей пришлось пережить страшную трагедию. Она подверглась групповому изнасилованию, и это наложило отпечаток на жизнь звезды. Тайну о том, что произошло тогда в лесу, актриса скрывала даже от самых близких ей людей, ни родители, ни подруги не знали о том страшном происшествии. Девушка поймала машину, в которой сидели двое молодых людей. В результате она оказалась в глухом лесу и поняла, что положение очень опасно, ее могут убить. Актриса решила перевести все в шутку. Тут у меня что-то щелкнуло, и я говорю, ну кто первый. Мужчины удивились такой активности, стали вести себя иначе и несколько минут думали, но затем все случилось. Все, что им было нужно сделать со мной, они сделали, рассказала Яковлева. Она понимала, что если бы стала сопротивляться, то история могла бы закончиться трагически. Мужчины довели актрису до машины и отвезли домой. Несколько дней Яковлева пролежала дома, потом она взяла себя в руки, сходила к врачу и сдала анализы на венерические заболевания. Мне хочется забыть эту историю и не вспоминать больше никогда, призналась звезда в программе Секрет на миллион канала НТВ. Лишь через много лет актриса смогла отпустить ситуацию. После окончания школы Алена Яковлева по настоянию отчима поступила в МГУ на факультет журналистики и тут же стала играть в студенческом театре. А на третьем курсе она перевелась в университете на заочное отделение и поступила в Щукинское училище. Тогда же ее сердцем целиком завладел Александр Кахун. Он долго ухаживал за ней и добился взаимности. Семь лет они прожили в гражданском браке, которому так и не суждено было стать официальным из-за ревности молодого человека. И на самом деле он был неисправимым ловеласом и не упускал случая пропустить лишних пару рюмок с крепкими напитками. Затем она вышла замуж за Кирилла Казакова, сына известного советского актера Михаила Казакова. Он с первого же дня знакомства буквально очаровал Алену. Завязался страстный роман и вскоре они уже стали мужем и женой. Актриса вовсе не хотела расписываться и устраивать все эти церемонии с кольцами, на официальной регистрации отношений настоял ее молодой муж. В этом браке на свет появилась дочь Маша, но брак все же распался. Эмоциональный и вспыльчивый Кирилл, как оказалось, совершенно не мог себя контролировать и часто проявлял агрессию даже в то время, когда жена была беременна. Ссоры в семье практически не прекращались, но Алена какое-то время даже пыталась как-то гасить конфликты. Но у нее совершенно ничего не получалось, а терпеть побои она не могла. Маше исполнилось всего четыре месяца, когда актриса развелась с ее отцом. При этом Кирилл Казаков так обиделся на жену, что долгое время не общался ни с ней, ни с собственной дочерью. После развода дочь Яковлева начала встречаться, а потом вышла замуж за продюсера Кирилла Мозгалевского. Но, как оказалось позже, Кирилл Мозгалевский был совершенно не приспособлен к семейной жизни. Однажды он уехал во Францию и, как говорит Алена Яковлева, просто сошел с ума. Он постоянно общался с какой-то русской артисткой, а на вопросы жены отвечал, будто она все фантазирует. В результате Алена Юрьевна сама заговорила о разводе. Она не хотела вдаваться в подробности и знать, была ли измена или нет. После этого разговора Кирилл Мозгалевский просто ушел из семьи. Зато спустя время они смогли по-настоящему подружиться и теперь часто отмечают вместе семейные праздники. Алена Яковлева не раз говорила о том, что так и не научилась по-настоящему доверять мужчинам. После второго развода у нее, конечно, случались романы и даже были довольно серьезные отношения с мужчиной, который был на 27 лет моложе актрисы. Инициатором разрыва и в этом случае выступила она сама, не видя никакой перспективы. На самом деле, актриса уверена, что ее неудачи в семейной жизни связаны с ней, а не с мужчинами. Она видит проблему, в первую очередь, в том, что отец изменил маме и после не слишком рвался общаться с дочерью. Алена Яковлева не винит его и не обижается, но считает, что стресс и переживания мамы наложили отпечаток на ее собственную жизнь.